Этот урок чисто теоретический, познавательный. Здесь вы ничего делать не будете, поэтому запаситесь с терпением, налейте себе чашечку кофе, сядьте поудобнее и давайте послушаем. Меня часто спрашивают, перед тем как купить видеокурсы, научусь ли я делать такой же сайт, как у вас. Ну, видимо, речь идет о шапке сайта, поэтому, конечно же, отвечаю, что да, научитесь, естественно. Вы, наверное, уже и сами понимаете, что тут ничего сложного. Давайте вот разберем, что здесь есть. Во-первых, вот здесь мультяшный персонаж гуляет. Это вообще есть в бесплатном уроке. Это в журнале. Вот шестой выпуск журнала. Вы там эти уроки найдете. Как сделано, что вот бегут вот эти животные, это мы в этом уроке разберем. Как движется вода, шторы и вот здесь на небе. Это будет в разделе с эффектами. Вот эффект ряби на воде. 4-5 урок. А также вкратце покажу, как сделать без программирования огонь, дым. В общем, все, что здесь есть, вы всему научитесь. Но для этого я вам приготовил вот такую шапку. Сделал вот такой баннер. Вот так, наверное, лучше будет видно на белом. Здесь мы видим тот же эффект с водой. Там вот животные, точнее птицы. Ну все такое. Давайте сейчас этот баннер разберем, как он сделан. Вы откройте папку 3 и 6 и откройте баннер. Посмотрите внимательно, как он сделан. Подождите. Вот здесь будут меняться картинки. Просмотрите, как они меняются. И просто внимательно пока на него посмотрите. Потому что каждый элемент сейчас будем разбирать. А начну я до самого начала, то есть с картинок. Если вы посмотрели внимательно на баннер, то поняли, что картинок будет много. Но у нас задача стоит не только в том, чтобы сделать красивый баннер какой-то сложный, но и чтобы флешка была как можно меньше. Вот посмотрите, сколько она весит. Всего лишь 383 килобайта. Хотя картинок здесь много. Давайте посмотрим, как это сделано. Как я этого добился. Ну как вы знаете, шапка делается по тематике вашего сайта. И картинки подбираются под вашу тему. Ну и у вас два пути, как подобрать картинки. Либо саму нарисовать, либо, грубо говоря, скачать чьи-то из интернета. Что, конечно, не приветствуется. Но у нас другого выхода нет, если мы не художники. Но лучше, конечно, чисто готовую картинку никогда не брать. А скачивать бесплатные PSD-исходники, которые в свободном доступе. PSD-исходники обычно состоят из из множества слоев, которые обычно сначала отключены. Вы их все включаете, смотрите, какая вам нужна картинка. Выбираете, копируете себе на свой проект. И так составляете свою картинку. Но в фотошопе я, конечно же, обучать не буду вас. Просто покажу некоторые моменты. Во-первых, нам нужен фон. Затем мы туда вставляем какие-то вот такие картинки. Вырезанные. Вот они все отдельно. Отключаем все слои, оставляем фон и его сохраняем. Но тут есть один момент. Вот у меня корабль, как увидели, он появляется. Сначала, в первую очередь, корабль появляется. Вот если посмотреть так вот, да, потом все остальное. Корабль появляется с помощью маски. Маска вы уже знаете, как работает. Это получается, сейчас нам нужно корабль вырезать отдельно, чтобы он там появился. Вот давайте попробую сейчас так сделать. Вот допустим, вырезаю корабль. Сохраняю для веб. Беру PNG24, чтобы он был прозрачным, чтобы нам вот там все это не вырезать, потому что слишком сложно. Там очень много веревок. И что у нас уже получается 172 килобайта. Что-то, мне кажется, это много. Поэтому я пошел другим путем. Я сохранил этот корабль вместе с фоном. Затем вырезал не корабль, а фон под кораблем. Вот я корабль сейчас удалю. Вот этот кусок уже можем сохранить как JPEG, а не PNG. И у нас всего лишь 25 килобайт. Уже большая экономия. Причем у меня даже стоит очень высокий высокое разрешение. И так как нам все равно, корабль или будет появляться, либо фон на корабль накладываться. Поэтому берем фон. Все картинки собираем в отдельную папку. И в этой папке еще несколько папок под определенные ролики. Допустим, бабочка у меня в одной папке. Голубь в другой, фон в третьей. Вот давайте фон. Он у меня 1000 на 300, поэтому сцену делаем 1000 на 300. Кстати, о размерах. Обычно я сайты делаю шириной в 1000. Это больше всего подходит для разных разрешений экрана. Если у вас будут смотреть ваши пользователи интернета, то, как мне кажется, этот размер больше всего подходит. Хотя выбирать, конечно, вам. Итак, ставлю фон и ставлю тот второй фон. Вот он. Тут надо привязку. Вот у меня встал вон сюда. Затем я этот фон 2 копирую. Из него делаю маску. Напишу, что это маска, чтобы понятно было. Теперь все, что нам нужно, это просто маску сдвинуть вверх. Ну или вниз. Кому как лучше. Вот допустим, на 25-ом кадре я его подниму. Затем группирую клип. Маску делаю вниз. На клип ставлю галочку. Это все знаете. Уже мы это проходили. И в конце ставлю стоп. Вот все. У нас уже корабль появляется. Все очень просто. Дальше у нас появляется женщина. Сначала появляется ее контур, потом она сама. Ну контур понятно. Мы можем нарисовать карандашом. Просто девушку обвести карандашом. Сделать толщину. Но маска здесь будет необычная, особенная. Не просто квадрат, а сделана с помощью морфинга. Вот у нас был урок 2.6. Мы здесь проходили морфинг. Вот давайте покажу. как сделана эта маска. Вот она идет сначала так. Потом я ее туда вниз опускал. Повторять урок с морфингом я уже не буду. Поэтому лучше вам прослушать урок 2.6. Давайте лучше посмотрим на шкалу времени. Как это организовано. Вот у нас есть карандаш. Вот так. Он у нас идет с первого кадра. Вот он появился корабль там. И здесь идет до 30 кадра и где стоит стоп. Дальше нам нужно девушку уже после 30 кадра анимировать. Точнее обводку вот эту. Поэтому после 30 кадра идет включение самой этой обводки. Вот это PLEASE. Потом идет движение MOVE. Один эффект движения. Потом второй и дальше. Дальше идет FATE OUT. Это исчезновение. Вот картинка тут исчезает. И выключается. На сотом кадре выключилась. И дальше нам нужно следующую картинку уже после 100 кадра анимировать. Дальше пойдет у нас женщина. Женщину я не после 100. А с 80 начал анимировать до 100. Чтобы во время анимации от этой обводки появлялась сразу женщина. Здесь тоже женщина сначала выключена. Вот видите серая полоса идет сначала. С первого кадра идет серая, серая, серая. Потом в 80 кадре уже стала белой. Поэтому здесь ее включили. И она пошла анимироваться до 100 кадра. Здесь уже выключилась. И дальше опять идет все серое. Это значит она уже здесь не работает. Дальше уже пойдут другие картинки. Так вот давайте посмотрим как женщина сделана. Женщину тоже если я здесь ее вырежу. Так фон я отключу. Вот если я ее сохраню как PNG прозрачку чтобы не вырезать. То будет 47 килобатт. А если я сохраню в JPEG. То всего 13. Тоже сэкономим на этом. Поэтому делаем как. Вот здесь есть еще один фон. И цвет фона я подобрал под девушку под кожу. Такого же цвета примерно. Чтобы когда мы будем вырезать. Девушку в 3ds. У нас не оставалось здесь окоемка. Вот если бы фон был белый. То окоемка была бы белая. Чтобы можно было легче вырезать. Вырезать вы тоже умеете уже. Это берем ножик. И вырезаем. Если не помните посмотрите урок опять тот же 2.6. И анимируем маску точно так же. Как это было с кораблем. Здесь я повторяться не буду. И все эти появления. Которые вот здесь видите. Тоже все сделано точно так же. Здесь тоже объяснять нечего. И обратите внимание что здесь еще и море немного колышется. Этот урок у вас будет немного позже. 4.5. Эффект рябли на воде. Но там у нас была маска такая вот волнистая. А здесь просто полоски. Но это вы поймете когда проведете тот урок. Но здесь тоже есть еще один момент. Который я хотел бы показать. Это вот чтобы сделать движение вот этого воды. Да. Нам нужно две картинки. Вот этого моря отдельно. Ну и сам фон. Так вот чтобы не вырезать в фотошопе еще одну лишнюю картинку. Вот этого моря. Мы эту картинку берем из самого фона. Просто фон копируем. Вставляем. И из этого фона уже вырежем море. Просто двигаем вот эти точки вниз. Так я взял сразу два фона. Так вот у нас получилась картинка моря отдельно. Идем дальше. Здесь мы видим еще вот две полоски. Вот с такими бликами бегущими. Две полоски эти сделаны. У вас тоже этот урок есть. С помощью булевых операций с формами. Эти блики вы уже умеете делать. Вот здесь бежит градиент. Это мы делали уже в предыдущем баннере такое. Наиболее полезно наверное будет узнать как я сделал анимацию бабочки. Дело в том что я сделал ее из одной всего лишь картинки. Если вы конечно хорошо владеете фотошопом. Вам и так понятно как это сделано. Ну а с другим я покажу. Вот допустим я взял бабочку. Мне нужно ее анимировать. Ну размер конечно я беру поменьше. Затем увеличу наверное холст. Сделаю 700 пока. Здесь 600. Это мы потом вырежем. Затем мне нужно сделать из нее три кадра. Когда крылья расправлены это первый будет кадр. Второй кадр они немного сложены. И третий кадр еще больше сложены. И так я беру просто. Ну первых нужно ее поместить в другой слой. У нас будет три слоя. И в этом слое уже ее трансформировать. Вот здесь есть деформация. И можем ей складывать эти крылья. Ну вот как то так да. Сейчас я конечно тороплюсь. Не стараюсь. Вот у нас есть второй кадр. И так же сложить еще больше. И так у нас получится три кадра. Мы эти слои по отдельности сохраняем. И у нас получится так вот три такие картинки. Вот одна картинка. Вторая. Третья. Закидываем все эти три картинки на сцену. И переключаем кадры. Но сначала конечно вырежем. Каждую картинку. Если мы этого не сделали в фотошопе. И так переключаем. Первые кадры ставим. Лиз. Включение. И где-то через один или два кадра выключения. Remove. Затем эти копируем эффекты. И ставим дальше. Вот так вот. Вставили. И у нас уже бабочка полетела. Дальше если нужно махать крыльями. Продолжать нужно. то либо ставим. Так сначала нужно конечно в клип все это сгруппировать. Вот все должно быть в одном клипе. И здесь в конце вот этот последний удаляем. чтобы не было этого выключения в конце. И из этого кадра нужно сделать переход на вот этот первый эффект включения. И так на клип ставим. Такой код. Мой контроль. Гатон плей. И вот переход на 25 кадр. С 34 на 25. И вот у нас бабочка сейчас полетит. Ну чтобы она не постоянно махала. Тут просто нужно подобрать. Вот как я подобрал здесь. Здесь у меня повторяются несколько раз. Первый. Второй. Третий. Потом второй. Первый. Второй. Третий. Второй. Ну там уже зависит от того как вы хотите чтобы она махала крыльями. Итак с анимацией бабочки разобрались. Если мы хотим чтобы она еще и полетела. Или еще какие-то действия делала. То этот клип еще раз группируем в клип. Вот у меня клип в клипе. Тогда уже этот клип мы можем еще раз анимировать. Сделать там движение какое-то. Но чтобы этот клип был еще в одном клипе. Давайте все-таки лучше так покажу. Вот у меня клип. Я его группирую еще раз в клип. Потом открываю. И в этот клип я уже могу двигать. На него ставлю мови. И вот куда-нибудь она допустим летит. Вот теперь она не только будет махать, но и двигаться. Так с бабочкой разобрались. Кстати бабочки у вас есть еще и в компонентах. Вот такая бабочка. Тут еще такая вот. Это где. Shape. 2D. Artwork. А теперь давайте вспомним. Вот про этих животных. Тут слон, жираф, зебра бежит. Это сделано в 3D Max. Здесь также вот летит птица. Вот голубь пролетает. Это тоже самое. Для тех, кто работает в 3D Max. Единственное, что могу посоветовать. Поставить окружение. Того цвета примерно, которого сама птица. Ну не совсем такого, но более-менее подходящего. И взять из этой анимации, ну в данном случае я взял 3 кадра. Это когда крылья внизу, посередине и вверху. Вот получились 3 вот этих кадра. Этого вполне достаточно, если птица летит далеко. Ну если бы птица была где-то на переднем плане, я бы конечно сделал побольше кадров. Ну и анимировано точно так же, как мы анимировали бабочку. Вот тоже самое. 3 картинки в клипе. И этот клип тоже опять же в клипе, чтобы сделать движение. Вот этого голубя. Вот он летит. И машет крыльями. Так, ну что тут еще можно разобрать. Вот например, как надпись сделана. Это просто сделано в фотошопе. Давайте я покажу на другой сцене. Вот просто взята картинка. ПНГ. Которая сделана в фотошопе. Затем я пишу сверху такой же точно текст. Уже в свишмаксе. Накладываю на него. Чтобы точно все совпадало. Затем делаю маску. Примерно так. Маску с этим текстом. Группирую в клип. Из него делаю. Как бы маску. Сюда ставлю галочку вниз. Теперь по нему побежит блик. Маску мы анимируем. Можем два раза. Сначала в одну сторону. Потом в другую. Вот получился вот такой блик бежит. Раз у нас текст белым цветом. То и блик будет белым. А если еще и на текст. Ставим какой-нибудь эффект. Допустим радуги. Здесь есть радуга. То и блик будет как радуга меняться. Вот и все. С баннером мы разобрались. Но я вам еще обещал показать. Как сделать дым. Вот мы видим что у дракона здесь из носа дым идет. Там где-то вдалеке облака он просвечивает. Это тоже очень просто. Сейчас я увеличу это место. Где дым. А здесь просто очень много. Вот таких. Круглых градиентов. Вот если мы посмотрим внимательно. То здесь просто градиенты круглые. И огонь на этом моем сайте тоже сделан именно так. Такие красные градиенты. И один большой такой вот градиент. Мы видим как мерцает стена от огня. Да светится. Тоже это градиент. Просто сделан так как будто мерцает от огня. Просто яркость меняется. Что ж я думаю на этом больше нечего объяснять. Теорию на этом закончу. Давайте опять перейдем к практике.